Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как обстановка в мире повлияла на туристический рынок? Какие тенденции вы сейчас видите? Работая в туризме уже достаточно долгое время, мы пережили всякое. Было много разных событий и закрытие самых популярных туристических направлений, такие как Турция, Египет и полная приостановка авиасообщения в связи с пандемией. Но если сравнивать, конечно, с 2019 годом, то пока что наш объем не доходит до 2019 года, но постепенно маленькими шагами мы подходим к тому, чтобы нарастить наш объем и возобновить тот туристический поток, который был до 2019 года. По тенденциям, если говорить, сейчас, конечно, тенденция на развитие, и в большей степени удивляется внимание именно развитию российского направления. Если говорить про зарубеж, то что сейчас популярно и куда россияне вообще могут поехать летом? Ну вот если смотреть из Челябинска, из Челябинска у нас сейчас доступна Турция. Турция уже доступна и регулярно летает, стабильно летает, начиная с апреля. Если рассматривать второе такое популярное направление, это Египет, то Египет, он будет доступен из Челябинска. Первый вылет у нас заявлен на 26 мая. Это полетит самолет в Хургаду. И 4 июня первый самолет полетит в Шарм-эль-Шейх. Если смотреть из Екатеринбурга, то из Екатеринбурга уже давно стабильно летает и Хургада, и Шарм-эль-Шейх, и также Турция со стороны Анталийского побережья. Если рассматривать Турцию немного другую, со стороны Эгейского побережья, то первый вылет заявлен на 26 мая. То есть эти направления все так же доступны. А вот что-то новое из зарубежных? У нас из Екатеринбурга также доступны Арабские Эмираты. и сейчас идет тенденция к тому, что начиная с мая, начинает цена постепенно снижаться. Это из-за того, что в стране устанавливается довольно жаркая и знойная погода, от этого туристический поток падает, от этого операторы снижают цену. И сейчас, допустим, можно уехать по достаточно хорошей цене, нежели чем это было месяц назад. А если говорить про Азию, Таиланд? Про Таиланд могу сказать, что оператор продлил полетную программу на все лето. Это из Екатеринбурга с дозаправкой в Казахстане и на Пхукет. То есть перелет достаточно комфортный. То есть дозаправка буквально 40-60 минут. И время полета в районе 10 часов. То есть достаточно комфортно. Есть какие-то страны, которые россияне могут посетить, и не нужен для этого заграничный паспорт? Заграничный паспорт нам не нужен в Казахстан, соответственно, Беларусь, Киргизия, Армения и, конечно, Абхазия и Южная Осетия. А вообще вот эти направления и страны СНГ, в принципе, популярны для туристов? Ну вот, если смотреть статистику нашего агентства, то у нас в основном бронирует Казахстан. Это проживание. То есть сам отель либо гостиницу добираются на авто самостоятельно туристы. Если рассматривать второе такое популярность направлений стран СНГ, то это, скорее всего, Армения с ее гастрономическими турами. Но вот еще хотелось бы отметить, что до 2019 года очень популярным было направление – это Грузия. Тбилиси, Батуми, очень много было туристов по этим направлениям. Но сейчас приостановилось сообщение, но сейчас оно вновь возобновляется. И мы этому очень рады. Вот первый вылет буквально будет там на днях из Москвы. И мы очень ждем, что вылеты поставят из регионов. И операторы сформируют туристические пакеты, и мы сможем их реализовывать. Из Екатеринбурга также можно отправиться в Беларусь, Киргизию, Азербайджан. Как отдельным туристическим пакетом, так и самостоятельно, либо через агентство, купив авиабилет. Что поменялось во внутреннем туризме у нас в России? Ну, смотрите, очень хорошая сейчас, если мы говорим о тенденциях, тенденция развития внутреннего российского туризма. И это во многом благодаря тому, что развивается отельная сеть, гостиничная сеть, мест размещения. Старые отели, не отели, даже пансионаты, санатории и реставрируются в современные отели с хорошим питанием. И поэтому, естественно, туризм по России, он набирает обороты. И думаю, что все будет с этим хорошо. И хорошее, интересное направление. Какие популярны курорты внутри нашей страны? Ну, на первом месте, конечно, можно отметить это Сочи. Это самый популярный зимой, это горнолыжный курорт. Летом это более курорт на побережье. Если делать градацию, то на втором месте, скорее всего, это Санкт-Петербург, Москва. Также очень интересен, стал уже круглогодичным курортом, это Байкал. И летний и зимний он очень интересен. Алтай загадочный, очень красив. И также Калининград, Дагестан, тоже популярные направления. Если говорить про направления, которые более экзотические, хоть и российские, но более экзотические, то из Москвы нам доступен Сахалин, Курильские острова, с его знаменитыми рыбалками, мысами красивыми и Камчатка. С вулканом, Ключевская сопка, с черным песком на побережье Тихого океана. Это очень красиво и интересно. Но тут свой турист, конечно, на этом направлении есть. Это такой не пляжный отдых. Не пляжный, экскурсионный, но очень увлекательный и интересный. А если говорить про качество сервиса и про цены, что у нас внутри страны по ценам? Внутри страны, конечно, отслеживается большая сезонность. Допустим, вот, кстати, не сказала про минеральные воды, то, что тоже очень популярное направление. Допустим, сейчас минеральные воды стоят очень приятных денег, очень бюджетно можно уехать на этот курорт. Тогда как осенью, когда начинается сезон санаторий, сентябрь, октябрь, ноябрь, это очень четко прослеживается. Слеживается с года в год. И, естественно, за такую стоимость уже в этот период уже невозможно будет уехать, как вот сейчас, допустим, май. И точно так же и по Сочи можно посмотреть, что отдых на побережье зимой стоит там достаточно бюджетно. Тогда как сейчас, летом, высокий туристический сезон, это стоимость гораздо выше. По сервису как-то сейчас растет сервис уровень? Сервис растет, да, ательеры очень сильно стараются. Очень многие отели на Краснодарском побережье переходят на полный пансион. То есть такая маленькая своеобразная Турция появляется у нас в России. Знаю, что еще хотелось бы выделить отели Абхазии, которые раньше были пансионатами и санаториями. В последнее время тоже очень сильно повысили свой уровень тем, что преобразовались в хорошие гостиницы, хорошие отели с хорошим комфортным питанием, размещением и достаточно обширной туристической программой. И, конечно, многие отели Абхазии перешли на питание полный пансион. От этого поток, конечно же, увеличивается. Если, например, сейчас сравнивать Турцию внутри страны, вообще зарубежные, они насколько в цене поднялись? Если сравнивать, конечно, до пандемийное время, то очень сильно. Мы сами порой удивляемся, что Турция сейчас стоит таких денег, которых она раньше столько не стоила. Сейчас мы можем рассмотреть, к примеру, из Москвы есть направления, такие как Шри-Ланка, Куба, Венесуэла. И это будет стоимость примерно та же самая, что и в Турцию, на все включено. То есть сейчас Турция прям бьет рекорды по стоимости. Внутри страны дешевле путешествовать? Внутри страны дешевле, но не всегда. Потому что такие отдаленные, вот как я говорила, там Камчатка, Сахалин, конечно, это тоже затратные путешествия. И все зависит, конечно, от размещения. Потому что есть хостелы, есть современные пятизвездочные отели. От этого стоимость тоже разнится очень сильно. Если говорить про наше Черноморское побережье, сейчас там не работает аэропорт, сейчас только ЖД, да? Аэропорт работает в городе Сочи. И оттуда, в основном, весь поток. И не работает аэропорт в Геленджике. Но добираются на поездах оттуда, либо на трансфере. Либо самостоятельно путешествуют на авто многие туристы. То есть мы просто бронируем проживание в Геленджике, в Анапе. И туристы самостоятельно отправляются. По вашему опыту, какой отдых чаще всего выбирает копейчане? Копейчане, конечно, у нас 80, наверное, или 85 даже процентов бронирования. Это самые популярные направления. Это Сочи, Абхазия и Турция со стороны Анталийского побережья. Пока что такой пляжный отдых, он превалирует? Да, потому что наступает сезон отпусков. И, конечно, все хотят на море, все хотят погреться, отлежаться. Более такой спокойный, размеренный отдых. Если говорить про путешествия по Челябинской области, по Уралу, есть какие-то направления? По Челябинской области мы можем предложить базу санаториев. Также можем предложить и отдых на горнолыжных курортах, но это больше уже к зиме относится. И также мы предлагаем ближайшие к Челябинской области – это Башкирию, то есть это Абзакова, Банная. Также можем забронировать и санатории Свердловской области, и Республики Башкортостан. Что у нас здесь самое популярное? Самое популярное в основном бронируют… У нас очень много броней было зимой на горнолыжку. То есть это горнолыжная Абзакова, Банная – это прям вот они шли. Потому что мы работаем с отелями практически напрямую, у нас там более выгодные цены, нежели чем бронировать даже напрямую. Зимой здесь, а летом лучше на пляже. Да, да, да. Здесь и опять же осень – это пора санаториев. Очень много санаторий в Челябинской области, Свердловской области бронируем. Уезжают люди, отдыхают, лечатся. В этом году никаких программ не было введено, типа там кэшбэка каких-то? В этом году, да, что-то как-то нет, не было такого. Что бы вы посоветовали вообще туристам, которые планируют, сейчас только планируют, например, свой летний отпуск? Ну, прежде всего нужно выбирать хорошего туристического агента, который вам подскажет и расскажет про отельную базу, где вы собираетесь отдохнуть, про все нюансы курорта, все плюсы, все минусы. Ну, а так вообще обязательно нужно брать с собой только позитивное настроение. Это самый главный совет. Еще такой вопрос. А если самостоятельно что-то забронировать, какие-то риски существуют? Если вы бронируете самостоятельно, конечно, то есть отдельно выкупаете, например, билеты на самолет. И если вдруг самолет не полетел, то есть вам нужно будет самостоятельно созваниваться с авиакомпанией, решать эти вопросы по горячей линии. Но если вы бронируете через агентство, то это все ложится на плечи агента, на ответственность агентства, чтобы вас увезти на курорт, чтобы вы там отдохнули и вернулись счастливыми, довольными, чтобы у вас все было хорошо. И в течение отдыха в том числе. Екатерина, спасибо за беседу. Спасибо вам. Сегодня гостем итогов недели была Екатерина Сафина, руководитель туристического агентства. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова